Ребята, тортик! Одни беспокоятся о стоимости продукции, другие – о калорийности. Марина – фитнес-тренер. Правильного питания придерживается 10 лет. Для своих подопечных составляет не только программу тренировки, но и план питания. Главным врагом идеальной фигуры считает сахар. Одного кусочка торта вам придется бегать час на тренировке, как минимум. При этом львиную долю места на прилавках магазинов занимают именно продукты с высоким содержанием сахара. Например, в колбасе и сосисках в среднем 20 чайных ложек белого песка на килограмм продукта. Многие вспомнят из детства бутерброд с маслом и сахаром. Из одного только белого песка можно приготовить много вкусных лакомств. Что нам понадобится? Привет! Нам понадобится белый сахарный песок 200 грамм, сливки животные 200 грамм и соль по вкусу. Рецепт незамысловатый, выглядит красиво и стоит недорого. Проблема в том, что все больше диетологов говорят, что сахар вызывает воспаление в организме наравне с глютеном и трансжирами. А воспалительные процессы в конечном итоге приводят к раковым опухолям. Большое количество сахара недопереработанного забивает наши сосуды, атеросклероз от этого, повышение давления, вся гормональная система летит. Это если есть сахар в больших количествах. Конечно, иногда насладиться куском торта можно, но есть и другие решения. Сахар рафинирован, а здесь все натурально. В основном это стевия, это трава, поэтому и поправиться от нее нельзя. Если правильно ее очистить, вот эта горечь как раз и проходит. Стоит такая упаковка 300 рублей. В полезных кондитерских изделиях нет и белой пшеничной муки. Ее заменяют на безглютеновую, гречневую, рисовую, овсяную, миндальную. Мы купили продукты, которые используют в правильном питании. Сейчас посмотрим, насколько сложно приготовить низкокалорийный кекс, но и обычный. И, конечно же, сравним по стоимости, что сделать выгоднее для бюджета. В обычных кексах мы будем использовать сливочное масло, яйцо, обычный рафинированный сахар и обычную пшеничную муку высшего сорта. В правильных кексах мы будем заменять сахар на сахарозаменитель, обычную муку на безглютеновую муку. Внешне кексы получились одинаковые, а по цене отличаются. Себестоимость одной сладости с мукой и сахаром 18 рублей. На 30% больше вышел безглютеновый, низкокалорийный десерт 23 рубля. По итогу в 100 граммах ПП кексов 243 килокалории, в обычных 374, в полтора раза больше. А вот по вкусу... Они отличаются, но оба очень вкусные. Ольга Гусева, Руслан Хохлов. Утро нового дня.